Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Илья Сапожник, и давайте вместе погрузимся в этот охеревший мир игровых новостей. За эту неделю произошло дохера чего нового и много чего нужно разобрать. Начнём по порядку. Короче, все знают игру Deus Ex. Так вот, скоро выйдет Deus Ex Machina 2. Как обещают сами разработчики, игра будет охерительной, там просто что-то революция в игровом мире. Только вот под эту песню они начали требовать со своих фанатов бабки ебать на разработку. Мол, денег у них не хватает и бла-бла-бла. Короче, давайте нам своё бабло. Но не верится мне в эту латынь. А давать деньги им или нет, вы уже сами для себя решите, фанаты игры Deus Ex. Компания Microsoft, о которой мы ещё поговорим в последней новости, объявила, что она будет снимать сериал по Halo. Halo это такая игра для Xbox, если никто не знает. В общем, снимать это говно они будут, естественно, просить Стивена Спилберга. В общем, он займётся съёмкой сериала по мотивам этой игры. Сам Спилберг в своём твиттере заявил, что в рот он ебал весь этот Microsoft, а потом сообщение удалил, и теперь, оказывается, он действительно будет снимать. Мда. EA Games снова трахает владельцев компьютера в задницу. А если быть конкретней, то EA Sports со своими спортивными проектами по типу симуляторов, там, футбола, бокса, водокачки, чё там ещё, каких-нибудь каноэ, заявляют, что для консолей игры выйдут на новом движке. Графика, физика, всё будет на новом уровне. А для ПК всё останется на том же самом уровне 2008 года. Нет, фирма EA Games не пытается заставить посасывать большую юлду владельцев компьютеров. Они всего лишь пытаются намекнуть, покупайте себе консоли, и вы будете играть в хорошие игры. Но, как всегда, эта ситуация наладится и справится через 2-3 года. В июне стартует игровая выставка E3, на которую пообещали приехать те же самые EA Games, помимо своей херни про футбол, показать новый Need for Speed. Ни для кого уже не секрет, что последние игры серии Need for Speed были дичайшим халом, полным говном, настоящей хуйнёй. Прошлогодний перезапуск Most Wanted провалился по всем статьям, и, видимо, EA Games ничему не научилась. И вроде как планируется перезапуск серии Underground, чего я не хочу. Либо бесплатные машины, которые стоят по городу. Блядь, это уже совсем сделано для идиотов каких-то. Activision таки показала свой трейлер на Call of Duty Ghost. Мои предположения, что игра скатилась, ну, конкретно в полное говно. Теперь мы будем бегать с немецкой овчаркой, которая укутана в гранатах, и подрывать, как я понял, китайцев, которые захватили Америку. Зашипись, расклад! Call of Duty Ghosts! Блядь, там пообещали новый движок, супер текстуры! Ну нахера? Насколько я понял, эти Call of Duty уже каждый год выходят. Ну, ребята, ну постарайтесь, сделайте нормальную игру. Activision тратит миллиарды долларов на такую парашу, как Call of Duty. А Call of Duty Ghosts будет полнейшим говном, я в этом уверен. Ах, ну и последняя новость на сегодня. Это презентация нового Xbox, который будет называться Xbox Pony. Я, естественно, как владелец Xbox 360, смотрел презентацию нового Xbox. Я, блядь, охерел! Мне показали не новую игровую консоль, мне показали хоть DVD-плеер с голосовым управлением, блядь. Вместо того, чтобы добавить Skype на Xbox 360, таки гандоны втулили его в новый Xbox, сука. А интернет-эксплойер они, конечно, всадили в старый Xbox, но он работает, как, не знаю, как старый осёл дагестанский. Потом Microsoft объявила, что периферия с Xbox 360 ни хера не будет котироваться и работать на новом Xbox. Блядь, насколько этих сволочей съели деньги? Ну, сука, чё-то я на новом джойстике от Xbox ни одной новой кнопки не увидел. Какого хера, значит, не может старый джойстик работать на новой приставке? Цену, как обычно, влупят 400 евро, что на наши русские это будет где-то 16 тысяч деревянных. Плюс, с такими действиями я абсолютно уверен, что эти гандоны также будут ссувать только один джойстик в коробку, также отдельно заставят покупать этот сраный Kinect для того, чтобы запускать кино, блядь, руками и голосом. А когда я смотрел на нынешний вид, я вообще охерел. Он, по-моему, в два раза больше, чем Xbox 360. В общем, новый Xbox будет полной барашей. Ладно, вот это и все интересные новости на сегодня. А с вами был я, Илья Сапожник. Подписывайтесь на канал Гаме Пилоте и не стрите в общественном транспорте. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok